Татарстан Барсов держится в полнейшем секрете. Известно, что он разместится в Лаишевском районе. Вот чуть дальше по этой дороге, в сторону деревни Атабаева, именно туда привезут маленьких снежных котят. И в Татарстане они пробудут до 8 месяцев. Будут созданы условия, и барсы будут размножаться. Скажу больше, в Европе, в европейских зоопарках даже сдерживают размножение барсов. Центр разведения барсов привлекут и сотрудников Казанского зооботсада. Более того, именно в Казани откроется Криобанк, где будут собраны биоматериалы, в том числе ирбисов. Внедрят технологию, напоминающую ЭКО, чтобы в республике однозначно родились котята барсов. В питомнике будут барсы тоже с паспортами, с происхождением. И мы будем знать, каким барсом проводить эту работу. И я думаю, что этого тоже в мире пока еще никто не делал. Сейчас каждый барс в стране на счету действует федеральная программа Ирбис. Эффективность ее работы оценил и Владимир Путин. В 2011 году он лично выпускал барса по кличке Монгол в заповеднике Хакасия. Хороший мальчик, хороший, хороший. Хороший. Мы специально зашли, чтобы он зашел в клетку. Не исключено, что в Татарстане завезут самку и самца во время своего последнего приезда известный натуралист Николай Дроздов уже оценил успешность проекта. Все зависит от людей. Не столько даже уже от животных, сколько от людей. Уникальный случай, когда Ирбисы дали потомство неволе, был в истории казанского зооботсада. Татарстан вообще подходит по условиям и ландшафту для разведения этих грациозных животных. Строительство заповедника в республике начнется уже в этом году, а там и до первых котят. Недалеко. Альбина Венебаева, Данил Филатов, ТНВ, Казань, Лаишевский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова